В Камрате состоялся круглый стол, организованный общественной организацией Союзом независимых журналистов Гагаузии «Гагаузмедиа», на которой собрались руководители средств массовой информации Гагаузии, представители неправительственных организаций, общественные деятели, руководители Ассоциации кабельных операторов, молдавские эксперты «Массмедиа», приняло участие начальник представительства Офиса народного адвоката в Гагаузии, репортеры и операторы региональных СМИ. У нас в регионе есть общие цели, общие проблемы, и это все нужно обсуждать вместе. Когда в парламент выходят новые законы, выходят на румынском языке, для нас, как для русскоязычных регионов, это немножко проблематично. Поэтому мы решили, мы, во-первых, перевели кодекс на русский язык, для того, чтобы было понятно всем. И сегодня мы пригласили директоров телекомпаний, радиокомпаний. К нам также приедут поддержать нас наши коллеги с Чемишли, с Бессарабки. Это очень хорошее событие, организация проведения «Круглого стола», потому что собрались те, которые интересуются средствами массовой информации. Так как недавно были приняты два документа о концепции развития «Массмедиа» в Молдове и новый кодекс аудиозуальных услуг, я думаю, что есть о чем говорить, есть что обсуждать, существуют новые юридические нормы. И хорошо бы, чтобы местное законодательство было улучшено на основе этих норм, так как новые документы, принятые парламентом, они соответствуют самым высоким международным нормам. За общим столом участники обсудили новый кодекс аудио-визуальных медиа-услуг Республики Молдова, который уже принят депутатами парламента страны уже в двух чтениях и вступит в силу с 1 января будущего года. Задача «Круглого стола» – не просто собраться и обменяться мнениями, но и выработать ряд рекомендаций, которые будут представлены депутатам Народного собрания Гагаузии для принятия поправок и изменений в местный закон. Сегодня в Камрате, в Камратском районе, вообще в Гагаузии, очень высокая концентрация СМИ. У нас много районов, где нет ни одного канала радиотелевидения местного. В нескольких районах во многих есть по одному каналу радио. У нас по 3-4 телерадиоканала. У нас очень высокая концентрация кабельных сетей. Ну, наверное, выше, чем в среднем по республике. Вот такой и есть колорит у нас в Гагаузии, который сложился за счет частной инициативы, я не знаю, поддержки или не поддержки наших государственных органов. И поэтому любой закон, он, конечно, ужесточает какие-то требования к этим СМИ. И мы должны понимать, что если мы где-то кого-то потеряем, то в итоге это скажется на потребителей наших. О том, что некоторые телеканалы в регионах закрываются, так как сложно выдерживать конкуренцию, не нарушая при этом закон в сегодняшних условиях, говорили многие участники «Круглого стола». Присутствующие журналисты на данном мероприятии практически единогласно высказали свои опасения того, что новый кодекс аудиовизуальных медиауслуг еще больше подстегнет к тому, чтобы региональные СМИ уходили с медиарынка. Мы не думаем, что это хитрые, значит, нас монетализируют и поднимают, они чухозят, почему не написали там одна минута туда-сюда. А они до сих пор, что они делают, эти бегущие, нет. И кто их за это наказывает? Они не хотят платить за платы, как штрафы, чем содержать людей. Потому что закон как бы один, а жизнь как бы... Почему все время эта сфера подпадает под определенные изменения, запреты, приемы, все это. Почему? Потому что она влияет на умы людей. И этот закон тоже будет влиять на умы людей. И все время они почему-то эти законы рождаются перед выборами. Когда писали о Коднационном Совете, о Совете наблюдателей и так далее и тому подобное, мы не думали о конкретных людях. Мы думали, что этот закон должен работать. И кто бы ни пришел, куда он должен делать? Так, как подписывать ему этот кодекс, а не как он хочет. Готовы давать деньги на телевидение бюджетные, готовы давать на радио бюджетные деньги, и не готовы давать на печатную прессу такие же суммы бюджетных денег. Кстати, меньше. Газеты стоят дешевле, чем телевидение. Намного дешевле. Раз в 10 дешевле. Конечно. И этих денег им жалко почему-то. И поэтому все газеты умирают. Сейчас говорим о том, что мы по одиночке умираем. Почему мы не можем создать действительно фонд в Гагаузии только для СМИ? Кто будет этот фонд вкладывать и что он будет просить? Будем думать, если мы объединимся. Будем думать и в правительственной организациях. И действительно создавать какие-то проекты. Потому что об этом мы очень давно говорим. Но я, например, так со стороны наблюдаю, что нет у вас. В детстве вы больше между собой конкуренты, нежели партнеры. Поэтому я предлагаю все-таки журналистам Молдовы, региональным журналистам работать с обща. Потому что не так уж нас и много, чтобы мы еще делились на Гагаузию, отдельно Приднестровье, отдельно Юг Молдовы, там мы тараклийские журналисты, а мы вообще там непонятно с кем и кто и как. Опасения региональных журналистов оправданы. Ведь новый кодекс аудиовизуальных медиауслуг предусматривает для трансляции местного телевидения два часа, а для регионального – четыре часа ежедневного собственного контента, на что потребуются дополнительные расходы. Руководители средств массовой информации высказали свои видения по данному вопросу и вместе с экспертом по масс-медиа Ионом Бундуке искали ответы на свои вопросы. Очень хорошее нововведение, когда региональные СМИ, местные и региональные, не должны выдавать на гора, как мы говорим, ежедневно восемь часов собственного продукта. А на этот раз мы пошли по дифференцированному пути, и поэтому местные, согласно новому кодексу, должны производить ежедневно два часа эфирного времени местного продукта и половину, то есть один час в премьере. То есть не должны наши телезрители смотреть одно и то же по 10 раз в час за счет повторов. Есть хороший опыт, когда год назад была создана рабочая группа по разработке законопроектов для того, чтобы улучшить законодательство, касающиеся СМИ. Можно этот опыт перенять, создать в Камрате, в Гагаузе, создать такую рабочую группу, куда бы входили все заинтересованные стороны. И после того, как что-то разработает эта рабочая группа, обсудит, и только после этого хорошо бы, чтобы законопроекты попали в народные собрания. Идею создания рабочей группы в Гагаузе по улучшению законодательных инициатив посредством массовой информации поддержали все участники «Круглого стола». В эту группу войдут все заинтересованные стороны, которые хотят остаться на медиарынке и улучшить свою работу по созданию нового, интересного для потребителя контента. Руководитель телерадиокомпании АТВ города Камрат Елизавета Ротарь отметила, что средства массовой информации переживают очень сложный переходный период и необходимо объединяться, чтобы выжить в сегодняшних условиях. Для нас, для гагаузских журналистов, очень большой минус то, что мы так редко встречаемся и так мало говорим о наших проблемах. Эта встреча показала, что проблемы у гагаузских руководителей СМИ есть, и они очень большие. Многие озвучивали такие проблемы, что мы в гагаузии работаем не как партнеры, а работаем как конкуренты. Так не должно быть. Поэтому мной было предложено несколько предложений, которые я надеюсь, что у гагаузских журналистов, у руководителей СМИ найдут поддержку. И первое, что мне хотелось, это то, чтобы мы в гагаузии объединялись, для того, чтобы мы могли обмениваться своими передачами, своей информацией, и это даст возможность пополнить наши эфиры. Второе, что было предложено, это чтобы создать фонд для СМИ гагаузии, чтобы какие-то интересные проекты финансировались именно из этого фонда. Еще раз хочу повторить, что фонд нужно создавать не для отдельных СМИ, а для всех СМИ гагаузии. И третье, что бы мне хотелось и что я предложила, то, что работать мы умеем хорошо, а вот стимулировать наших гагаузских журналистов мы никогда это не делаем. Я думаю, что нужно создать дату празднования гагаузской журналистики на законодательной основе, выйти с такими предложениями в наш законодательный орган и один раз в год собираться для того, чтобы мы могли стимулировать наших журналистов. В работе круглого стола приняла участие начальник Офиса народного адвоката гагаузии Светлана Миронова, которая отметила, что новый кодекс аудиовизуальных медиауслуг не так уж и плохо с точки зрения защиты прав некоторых категорий населения. С точки зрения Офисного народного адвоката мы сегодня о том, что мы говорим только о соблюдении прав. Проблемы, с которыми сталкиваются различные категории наших граждан, в том числе и лица с ограниченной возможностью, они более детально сегодня прописываются. Право на информацию, право на достоверную информацию. Эти права, по крайней мере, уже в данном кодексе регламентированы. Единственное, что, конечно же, необходимо проверить, смотреть в окончательной редакции, каким образом будут регламентированы эти права. И думаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, конечно же, как только закон вступит в силу, будут появлены новые какие-то проблемы, и в эти проблемы будут нуждаться в изменении. Круглый стол региональной СМИ «Вызовы и возможности развития» был организован неправительственной организацией Союза независимых журналистов Гагаузии «Гагаузмедиа» при финансовой поддержке Европейского союза и фонда «Сорос» в Молдове. Продолжение данного проекта на телевидении АТВ будут организованы дискуссии, где продолжится обсуждение проблем региональных СМИ и Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Республики Молдовы. Редактор субтитров А.Семкин